Христос воскресе! Поистину воскресе! Дорогие друзья, с вами передача «Священник рядом». Мы встречаемся с вами в дни так называемой самоизоляции. В эти дни, несмотря на изоляцию, не оставайтесь изолированными от духовной жизни, не оставайтесь изолированными от молитвы. Знаете, нам поступили вопросы батчикам рассказать об их духовном пути. И я по скромности о своем духовном пути в церковь рассказывать не буду. Да, и рассказывать, в общем-то, не о чем. А расскажу об отце Антонии. Дело в том, что отец Антоний когда-то закончил наш большой университет, стал специалистом в области физико-математических наук и, окончив военную капиталу при институте, он еще пошел служить лейтенантом в космические войска и служил им на космодроме в каком отец Плесецком? В Плесецком. И в 90-е годы стояли, представляете, отец Антоний без вредных привычек. А приезжают космонавты лететь, а лыка не вяжут, пьяные сюда, и начальство отца Антония в космос посылает. Всегда отец Антоний был исполнительным молодым офицером, лейтенантом, всегда был чужд нездоровых привычек, и поэтому очень часто наших офицеров, космонавтов он заменял на боевом посту, летал в космос. И вот однажды отец Антоний увидел нечто, после чего действительно полностью обратился к вере, стал полностью православным христианом. Я как-то спросил отца Антония, как ты стал глубоко верующим, церковным человеком? Он сказал, вот один раз в космосе, мне в окошко постучали, я выглянул и такое видел. Я спрашиваю, что ангел? Нет, говорит отец Антоний, хуже. Белкую стрелку в костюмах, в скафандрах. Они виляли хвостиками и звали меня к себе. И так мне, говорит, стало страшно, отец Антоний, что после этого я на всю жизнь стал церковным человеком и до ныне молюсь и о своих грехах, и о грехах других людей. Молюсь и о своём здравии, молюсь и о здравии тех людей, которые ко мне обращаются. Здравствуйте, я Алиса, мне 8 лет. Отцу Антонию можете рассказать про встречу со стрелкой и белкой. 8 лет, Алиса. Я не могу рассказать про эту встречу, потому что мне после возвращения стёрли память. Отец Михаил, так как он находится в связи с сильным мира сего, с самим президентом, патриархом, ему не стёрли память. И только из его слов я знаю о удивительных событиях в своей жизни. А так там это всё происходит так, чтобы человек не помнил, и это не мешало ему потом жить дальше. Поэтому про какие-то подробности этой истории мы потом спросим о самого отца Михаила. Я бы сказал, дорогой отец Антоний, что всё видимо есть явление невидимого, хотя он является его сущностью. Поэтому не все те истории, которые мы рассказываем, являются историчными, реалистичными, но выражают некую духовную подоплёку. Особенно это актуально для Алисы, которой 8 лет. Спасибо, отец Михаил. Ну и пожелаю мне ещё что-то хорошего. Алиса, спасибо большое, что смотришь наш канал. Надеюсь, что тебе что-то здесь интересно. Задавай ещё вопросы, будем ждать. Спасибо большое. И приходи в нашу школу, когда она откроется. И обязательно приходи в нашу воскресную школу, когда наконец-то этот карантин прекратится. А школа у нас начнётся, наверное, с осени. Отдыхай летом, не болей и приходи к нам в воскресную школу. Все эти вопросы, в том числе истории отца-настоятеля, и про себя, и про других клириков, можно будет нам послушать. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...